Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш Дом молитвы, желание моего сердца вместе с вами сегодня обратиться к посланию к римлянам, у кого есть Библии, давайте откроем 12 главу. Послание к римлянам, 12 глава. Вы знаете, в Священном Писании, в Новом Завете есть две главы особо отмеченные, две главы, которые повествуют нам о дарах духовных и о служениях, которые Бог дает в Церкви, вне Церкви, для Господа и для людей, которые окружают нас. Вы знаете, когда мы смотрим послание к римлянам, римлянам 12 глава, и 12 глава первого послания к римлянам, легко запомнить 12 число, они очень близки по своему содержанию, где апостол Павел в одном и в другом послании очень подробно, он показывает, настолько Бог обогатил свою Церковь людьми, наделил их определенными дарами для того, чтобы она жила, приносила плод и совершала свое служение. Вы знаете, с первого стиха этой главы мы видим, настолько Бог серьезно относится к служению. Обратите внимание, как апостол Павел начинает эту главу. Он обращается к верующим в римской церкви с очень интересным посланием, обращением. Стоит слово первое, и так умоляю. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего». Этим самим словами апостол Павел хочет показать, что Богу не надо одолжение делать. Богу не нужно знать что-то в рент. Богу не нужно просто сделать какое-то, знаете, какую-то работу для Него. Он не примет этого. Бог ожидает нас самих полностью. Под словами «представьте тела ваши», Он подразумевает нас как Личность всего. Петр, Александр, Татьяна, Галина, Богу не нужно Твои просто дарования, Твое время в течение недели. Бог говорит, ты нужен мне весь. Вот таким образом показывает. И тогда, когда ты согласишься принести себя в жертву, живую жертву для разумного служения вашего, Бог говорит, тогда я приму эту жертву, тогда вы будете успешны, тогда люди, которые будут вокруг вас, они действительно будут благословены, будут видеть, что этот человек, он на жертвеннике. Братья и сестры, когда мы смотрим 12 главу, как и одного послания римлянам, и 12 главу первого послания к Коринфянам, мы видим эту удивительную гармонию, этот план, этот чертеж Божий, о том, что Бог позаботился, как для того времени, в период Первой Церкви до сегодняшнего времени, Бог позаботился, чтобы звучало, чтобы люди обладали определенными служениями, дарованиями. Мы встречаем служение пророчества или проповеди, то, что мы сегодня говорим. Мы встречаем служение диакония или служения различные, мы встречаем обучительстве, мы встречаем, что люди были наделенными дарами увещевать, вдохновлять, мотивировать, благословлять людей. Мы встречаем с благотворительностью те, которые открыты из сердца, финансы для того, чтобы служение Божие, Царствие Его развивалось. Мы встречаем с управлением, мы встречаемся с людьми, которые будут на руках молитвы предстоять пред Господом, молитвенниками. Мы встречаемся с теми, которые будут открывать свои дома, свои квартиры, апартменты, для того, чтобы принимать гостеприимство, то, что мы сегодня говорим. И об этом мы встречаем в этих двух посланиях. Есть у нас открытые Библии, братья и сестры, а желательно их приносить, как мы видим в нашем доме молитвы. Если наши открытые Библии, в 12 главе здесь 21 стих. И вот когда мы посмотрим в самом центре, скажем так, условно разделить, 11 стих, посмотрите, пожалуйста, внимательно в ваших Библиях. В 11 стихе есть прекрасное ободрение для всех нас. Этот стих как бы является центральным в этом замечательном главе, который призывает нас посвятить себя служению Господу. И для того, чтобы наше служение было эффективным, плодотворным, благословенным, необходимо, братья и сестры, три условия. Это усердие, это правильное состояние духа, это правильная мотивация нашего служения. Другими словами, для чего мы служим? Какой смысл нашего служения? Будет ли какой-то результат, награда, когда Бог подведет итог нашей жизни? Итак, мы сегодня будем говорить с вами о трех вещах. То, что апостол Павел говорит, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, «Господу служите». Усердие – правильное состояние духа и правильная мотивация нашего служения. Усердие – слово. Мы не так часто его слышим, правда, в нашем русском языке. Мы можем больше слышать, может быть, в школе «усердный ученик», «старательный ученик». Но, тем не менее, это очень важное слово. Писание, Библия придает ему очень важное значение. Что оно означает? В греческом языке оно переводится как «стрательный» или «рвение», или «человек, посвященный усердия». Но в русском языке оно звучит еще богаче, братья и сестры. Русский язык – богатый русский язык. И оно звучит еще лучше. Смотрите, оно означает «прилагать все сердце». Усердный, который человек делает не просто, знаете, так вот, ему нужно, его заставили, ему за это заплатят, он вынужден. Нет. Этот человек – это сердечное участие в каком-то труде и служении, братья и сестры. Вот это состояние хочет и видеть нас Господь. Люди, которые делают что-то, любую работу. Мы сегодня благословили и посвятили наших молодых братьев, которые будут совершать это служение материальное. Ну что здесь такого? Здесь нужно брать сестры постоянство, быть всегда в собрании, быть всегда вовремя, никогда не опаздывать. Это связано с ответственностью, это деньги мы передали, братья отнесли, наши кассиры приняли, посчитали. Любое служение, братья и сестры, оно должно быть с участием, когда нам участвует в этом сердце. Какое прекрасное качество христианина. И в Библии, вы знаете, есть много примеров, которые оставил нам Священное Писание людей усердных. И они остались навсегда для всех поколений. Дух Святой просто отметил. Этот человек обладает этим качеством. Он усердный. Давайте вспомним, это известные нам наши служители, братья, которые прошли перед нами. Один из них очень известный, молодой служитель, это Тимофей. Смотрите, в послании к филиппийцам, 2 глава, 19-20 стих, апостол Павел пишет следующие слова к этой церкви. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Прекрасное, хорошее желание послать служителя для того, чтобы Тимофей, посетив эту церковь, принес слова утешения, потому что он переживал за эту церковь, за то, что происходило, трудности, которые испытывала. Но почему Тимофея? Давайте посмотрим на 20 стих, как дает нам ответ. Потому что, говорит, «Ибо я не имею никого, равно кого, с каким качеством, усердного». Причина, по которой апостол Павел посылает именно Тимофея, говорит, посмотрел, у него были сотрудники, те братья, которые мог бы доверить, трудились, и вдруг он смотрит на этих людей. Тимофей. Это человек, который делает служение от всего сердца. Не потому, что нужно, не потому, что заставили, не потому, что апостол Павел попросил ради авторитета. Он прилагает к этому сердце. И кто бы столь искренне заботился о вас? Обратите внимание, человек, который усердный, а усердный тот, который это делает с участием сердца, он будет искренним человеком. Он будет заботиться о том служении. Знаете, в этой стране есть много различных возможностей работы. Мы находимся на различных работах, местах. И я знаю, что нашим сёстрам много знакомое такое служение, когда мы ухаживаем за пожилыми людьми. В большей степени, может, касается наших родных, близких. Наши сёстры ухаживают за нашими пожилыми родителями, мамами, отцами. Сёстры, которые ухаживают за пожилыми людьми. И вы знаете, я слышал свидетельства за одну из наших сестёр. Не потому, что она приходит вовремя или делает свою работу, а потому, что она делает это с усердием, прикладывает особое старание. Я слышал от пожилой человека, за которого ухаживает. Так жду её, когда она придёт. И почитает Библию. И сделает всё. И более того, сделает. Братья и сёстры, это служение с усердием. Пусть Господь благословит, что там, где мы находимся, выполняем ту или иную работу, находясь на строительных работах, за рулём нашего большого грузовика или ещё где-то в офисе находясь, в школе, мы делали работу с усердием. Есть в Писании ещё одно свидетельство об одном служителе. Его зовут Тит. Обратите внимание, если в 2-м послании к Оринфинам, 8-я глава, откройте, пожалуйста, у кого есть Библия, братья, откройте. 2-е послание к Оринфинам, 8-я глава, 16-й, 17-й, и 22-й стих нам нужен будет. Смотрите, как апостол Павел говорит, «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам». Кто вкладывает усердие в сердце человека? Бог. Бог мотивирует, Бог побуждает. Он хочет, чтобы мы были живыми. Обратите внимание, умоляю, милосердием Божьим представьте тела в жертву живую, которую приносит действительно благословение, благоухание для окружающих людей. И Бог вложил в сердце Тита это усердие к вам. Ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. Снова ситуация. Смотрите, братья и сестры, кто были помощники, какие были прекрасные сотрудники у апостола Павла. Он мог положиться, говорит, впрочем, я его просил, Тит, сходи туда, посети. Но он, будучи не просто усерден, а очень пошел к вам добровольно. Смотрите, что происходит дальше в этой церкви. 22 стих, братья, откройте, пожалуйста. И когда они собирались послать туда, они думали, кого еще послать? Кто пойдет еще? Опытный, сильный, физический, который, может быть, будет как-то, ну, поддерживать, потому что небезопасные путешествия были. Как-то может прийти, слово сказать, назидательный, может быть, опытный человек. Мы послали с ним и брата нашего. И когда они посылали, рассуждали, условно говоря, на братском совете, кого нам послать? Кто-то говорит, давайте пошлем этого брата. А почему? Усердие много раз испытывали во многом, и которые ныне еще усерднее по великой искренности вас. Братья и сестры, смотрите, как Священное Писание, как Библия подчеркивает людей, которые имеют сердечное отношение к своему служению. Как прекрасно, когда такие люди есть в церкви. Усердные в слове, усердные в посещении собраний, усердные в материальном служении, усердные на кухне, усердные на запределы молитвенного дома, когда проходят какие-то работы, друзья. Представляете, жизнь в церкви преобразуется, основана на этих людях. Усердные или кто-то очень усердные. Все кипит, все трудится, все горит. Я сегодня имел свидетельство короткое перед собранием, мне прислал брат. Мы от нашей миссионерской кассы, которую мы дело имеем, продавая, реализовывая, скажем, плов сейл, пожертвовали определенную сумму в Белоруссию, если не ошибаюсь, в Гомеле, в Гомельской церкви. В субботу, вчера, то есть, пригласили в эту церковь, откликнулось более двухсот, я думаю, человек с ограниченными возможностями, как мы говорим, инвалиды. Они позаботились, чтобы те не раньше с ними имели встречу, заботились, и они хотели для них сделать такое служение, собрание. Этот брат говорит, пишет, говорит, удивительно, мы смотрим, когда к нашему молитвенному дому приближается кто-то на колясочке, кто-то на костылях, кого-то ведут, знаете, невидим, незрячих людей. И в Белоруссии, в церкви, братья и сестры сделали это такой праздник для них. Я перед собранием была возможность немножко посмотрел фрагмент свидетельства, пение, кто-то приехал с Минска, кто-то местные братья, что-то, какую-то помощь организовали, более двухсот человек в церкви, люди, братья и сестры, чтобы это состоялось, там наша тоже маленькая доля участия во славу Господа есть. Братья и сестры радуются сердце, когда есть в церкви усердные люди. Хористы, вы рады, когда есть усердные певцы. Слава Господу! Представляете, как смотрится хорошо хор. Они и в пятницу точно так же соберутся на спевку, правда, хористы? Потому что это благословение для всех нас. В одном переводах это место Писания переводится не только в усердие не ослабевайте, не будьте ленивы в усердии предупреждения. Не будьте ленивы в усердии. То есть, то, что Господь Бог вложил в сердце Титова, не будем угошать, будем возогревать, принести этот дар Господу, потому что Он его дал. Но здесь, обратите внимание, апостол Павел дает и предупреждение в усердии, что не ослабевайте. И у меня есть вопрос для всех нас. Когда человек верующий может ослабеть в этом усердии? При каких обстоятельствах? Давайте посмотрим на несколько моментов очень важных. Это может происходить по нескольким причинам. Первое. Мы можем ослабеть в нашем усердии, когда не видим результатов нашего служения уже сегодня. Мы так люди устроены, мы же посеяли и хотим уже на следующий день приходить, смотрим, когда оно взойдет, когда уже начнет плодоносить. Нам хочется, мы торопим немножко. Что-то мы сделали и хотим уже результатов. Братья проповедуют, проповедуют, приглашают настоятельно, говорят, вот а как-то, говорит, результатов нет. Ну проповедуем, призываем, вроде бы и темы хорошие, и продуманные, и подготовленные, и готовятся братья. Иногда не видно результатов. Рекин тоже ожидает приготовил хороший псалом, может быть, новые партитуры, приготовил. Ахаристы забулыся, не пришли. Бывает такое состояние, правда? Родители, знакомо вам такое состояние? Вы с детками занимаетесь? Прикладывайте старания, учите, наставляем, говорим с любовью. Ну а в детей где-то лень, где-то апатия, где-то непослушание, где-то, знаете, проявляется. И что опускаются руки, правда? Где-то наши усердия, да ладно уже. Как идет, так идет. Кто-то убирает церковь. Смотрим, убрано, чистенько, где-то накрошили, где-то бумажечки оставили, где-то еще что-то. Простите, сестры, обратите внимание на карпит. Посмотрите, посмотрите, не бойтесь, опустите глазки. Он очень чистый. В течение этой недели наши братья помыли его не только карпит в церкви, но и во всех классах. И делали это с усердием. Поверьте, эта работа нелегкая. Будем ценить, дорогие церкви, братья и сестры, труд наших братьев и сестер, которые трудятся в церкви. Поэтому унывать или ослабевать можем, когда мы не видим результатов. Друзья, я бы хотел сегодня ободрить всех. Ободрить через нашего апостола Иакова, который говорит в 5 главе 7 стихом следующие слова. Иаков призывает нас, итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Я верю, что слово, которое проповедуется, оно проповедуется, и Господь заботится. Он сказал, что слово, я бодрствую над словом моим, и оно не возвращается ко мне напрасным. Я верю, что труд любого служителя, в какой бы сфере это ни происходило, он будет в свое время отмечен Господом. Смотрите, вторая часть этого стиха. Вот земледелец ждет. Земледелец – это наш Господь Иисус Христос. Он ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Господь Иисус трудится над церковью Своею, над верующими, братья и сестры, и приглашает и нас сегодня, говорит, ожидайте, не падайте духом, ободритесь, Господь благословит. Вторая причина, почему мы можем ослабеть в усердии, когда нас кто-то бьет по рукам. Братья и сестры, вас били кто-то когда-нибудь по рукам? Знакомо вам такое? Вы делаете что-то, хорошая идея, трудите, знаете, приготовили, ну дали по рукам. А у меня другой вопрос, а вы кого-то били по рукам? Знакомо вам такое состояние? Знакомо для всех, правда? Вот в нашем каком-то славянском менталитете есть это. Вот почему-то ободрить, похвалить, благословить, поблагодарить, слава Господу. У нас этого как-то на втором плане, с опозданием. А вот где-то подкритиковать, то не так, то не сделали, то не так. Братья и сестры, это угошает. То усердие, которое люди делают в самом малом, оно угошается. Братья и сестры, это очень важно. Ободрять, благословлять, замечать, самое малое, сказать, слава Господу, спасибо. Мы никого не превозносим, мы никому на медали не цепляем, мы Господа славим, но мы хотим, чтобы люди, которые трудятся, они были ободрены, и делали это с радостью, не принуждением. Пусть Господь и в этом нас благословит. Третья причина, почему мы можем ослабевать усердие, когда не видим этого усердия в других верующих. Третья причина, по которой мы можем ослабевать, когда мы не видим других. Плохой пример какой, братья и сестры? Заразителен, да. Вот мы видим, ну а почему так? Ну собрались, ну согласились, не пришли, не приехали, не откликнулись, когда мы просто не видим. И вы знаете, это состояние, это поражение касалось не только современного церкви, современного общества, это касалось еще Ветхом Завете. Давайте мы обратимся к книге пророка Малахии, братья, если можно, откройте третью главу, тринадцатый стих. Книга пророка Малахии, третья глава, тринадцатый стих. Здесь записаны следующие слова. Дерзостные предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против Тебя? Четырнадцатый стих, откройте, пожалуйста. Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы? Обратите внимание на эти слова. Бог говорит, вы говорите, напрасно служение Богу. Какой смысл? И что соблюдали мы постановление Его и ходили в печальной одежде при лицом Господа? Это было, уныние посетило, потому что другие так поступали. Сохрани нас, Господь, братья и сестры, чтобы мы послужили для кого-то преткновением. А зачем идти? Да ладно, другие сделают это. Та там много, та придут. Друзья, мы соединены в одно тело, в одном теле. Мы можем ободрять, показывая пример. Это может быть благословение. Сохрани, Господь, чтобы кто-то сказал, да какой смысл тщетно служения Господу? Братья и сестры, мы можем ослабеть в усердии тогда, когда устаем. Я на этой неделе читал статью одной сестры, жена американского пастора, и она поведала свою просто печальную историю. Она рассказала о том, как ее муж, пастор, перегорел в служении. Они приехали в новую церковь, которую пригласили. Они видели, что много работы, много труда. И муж с энтузиазмом взялся за это служение, за труд. Он проводил много встреч, бесед, проповедей. Он хотел изменить, потому что необходимы были правильные, духовные, здравые изменения для того, чтобы церковь поднялась, для того, чтобы церковь шла за Господом. Много было неправильно. Они встретились. Сильное противостояние в этой церкви. Многие люди были недовольны. Что за изменения? Да всегда у нас было, все хорошо. Вот приехал новый, начинает здесь свои правила вставлять. Говорит, началась ожесточенная духовная борьба. и я видела, как день за днем мой муж перегорел. Братья и сестры, мы тоже устаем, как люди. Легко бить по рукам, легко критиковать, легко просто, знаете, вот такой, что угодно Господу, напрасно это. Но, знаете, эта сестра пишет, говорит, мы молились, и уже муж сказал, что, знаешь, дорогая, я, наверное, мы вернемся в Пенсильванию, а не где-то с наших краев, с наших краев. Говорит, там у меня была неплохая работа. Я видела, как муж потерял все. Но что делает Бог? Братья, откройте, пожалуйста, Малахию эту третью главу, последние стихи, если не ошибаюсь, последние стихи. Малахия говорит, что не всегда так будет. Бог говорит, и тогда снова увидите различие между праведным и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему. Вы слышите, дорогая церковь, братья и сестры, что Бог бодрствует, Бог наблюдает, и Бог говорит, придет день, когда вы увидите это великое различие между праведным и нечестивым, и не только. И Бог отметит между теми людьми, которые служили Богу несмотря ни на что. Их били по рукам, их критиковали и хотели, может быть, съесть и уничтожить, а Бог поднимет их и даст свое особое благословение и свою награду. и сестра говорит, Бог сделал чудо. Нашлись простые люди пожилого возраста, которые пришли к ним в дом, сказали, мы будем поддерживать ваши руки. Часть людей ушла, которые не были согласны с теми предложениями, с теми духовными изменениями. И церковь ожила, церковь поднялась, церковь встала на колени пред Богом. Люди пришли, двери были открыты, люди стали приходить. Помоги, Господь, дорогая церковь, братья и сестры, чтобы мы не били по рукам друг друга, а поддерживали, чтобы дух усердия в нас, в каждого из нас, был. Пророк Исаия говорит, 40-я голова, 31-й стих, утомляются юноши, и молодые люди падают. Но есть другое, надеешься на Господа, они обновятся в силе. Пусть Господь благословит и в этом нашу церковь. Апостол Павел не только поощряет нас быть усердными в служении, он не только нас предупреждает, чтобы нам в усердии не ослабеть, братья и сестры, но он о другом еще говорит. Апостол Павел говорит, что этого недостаточно. Он говорит, чтобы мы духом пламенели, дорогая церковь, духом горели. Это слово, дух, имеет отношение не к святому духу, а к нашему духу, братья и сестры. И апостол Павел говорит, что в этом усердии очень важную роль, составляющую, играет наше состояние, нашего внутреннего человека. нашего возрожденного духа. Богу не нужно унылый дух, печальный дух, пораженный дух, дорогая церковь. Служение может только благословенным, результативным быть, тогда, когда наш дух горит. Писание говорит, ибо Бог дал нам духа не боязни, но силы любви, целомудрия. Обратите внимание, как Священное Писание делает сравнение дух человека со светильником. Итак, Писание говорит, ибо светильник Господень есть что? Дух человека. Но светильник может гореть, светильник может быть светить, а светильник может быть что? И угаснуть. И мы в Священном Писании встречаем состояние не только горящего духа, но Давид говорит о себе, 142-й псалом, 4-й стих. Давид говорит, и уныл во мне дух мой, а не мело во мне сердце мое, Давид, ты ли тот салмопевец, избранный Богом, который любил Господь, который сказал, нашел я мужа по сердцу моему, он исполнит желания мои, ты ли тот, который говоришь, уныл во мне дух мой, и а не мело во мне сердце мое? Да. Давид переживал и такое состояние своего духа. А его сын Салмон, книга притчи, 17-я глава, 22-й стих, говорит, веселое сердце благотворно, как врачество. А унылый дух, братья и сестры, что делает? Сушит кости. Вы встречали верующих людей с унылым духом. Да, все плохо, все плохо. Мы в прошлое воскресенье говорили о служении пророка Ильи. Этот человек, который дух горел, правда, это был молитвенный молитвенник, человек, который имел особую власть закрывать и открывать небо. Но что мы с вами видим по прошествии великого пробуждения на горе Кремил, когда Господь ответил с неба, от одного слова нечестивой женщины Изавели мы видим этого человека в пустыне, обращающего Богу к такими словами. Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Что случилось с ним? Случилось то, что в книге притчи написано 18 глава 14 стих. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Дорогая церковь, дорогие христиане, братья и сестры, рожденные свыше, в котором есть Дух Божий, пораженный дух, кто может подкрепить его? Состояние нашего духа можно сравнить с костром в камине. Правда, прекрасно в холодное зимнее время находиться где-то у костра или у камина. И для того, чтобы камин давал свет, тепло, что нужно делать, братья и сестры? Подкладывать дровишек сухих, правда? Просто подкладывать туда, и оно дает тепло, уют, благословение. Я бы хотел сегодня, братья и сестры, чтобы мы внимательно посмотрели на свой, образно говоря, камин этот. Что происходит в нем? Горит ли он? Можем ли мы назвать то, что апостол Павел говорит, духом пламенейте? К сожалению, во многих камин когда-то горел ярко, а сегодня там, может быть, леющие головешки, а только, может быть, пепел остался. Вы знаете, я на этой неделе читал статью одного брата, который выразил, на мой взгляд, очень сильную мысль. Он пишет о проблеме нашего времени и о поколении нашем, в котором мы живем. И он говорит, старшее поколение называется железным, так он называет, потому что прошли войну, прошли голод, испытали испытания, гонения, трудные обстоятельства. Люди старшего поколения, которые жили в странах бывшего союза, хорошо об этом помнят. Они закаленные в испытаниях, они испытали трудностей и они относятся к той группе людей, к которой говорит Библия, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. И поэтому они сильны. А новое поколение современных христиан назвал, знаете, как снежинками. Чуть что и тают. твердость и мужество это то, чего не хватает очень многим христианам. Почему сегодня распадаются браки, потому что тверды, не тверды в своем обещании. Почему сегодня некоторые христиане уходят в номинальные либеральные церкви, потому что не хотят слышать о фундаментальном и твердом основании Евангелия. Сегодня мир дает людям антидепрессанты, потому что люди хотят, чтобы их всегда, им всегда было хорошо. Но избегая сложностей, люди лишены себя очень важной и сильной встречи с Господом, который дает силу перенести это испытание. Очень важна и популярна сегодня проповедь о мотивации в многих церквях людей собирает и мотивирует их. Они убеждают, что все хорошо, убеждают, что у вас есть сила, у вас есть энергия, у вас есть цель для того, чтобы людям поднять какое-то, знаете, настроение создать. Для этого используются и музыка, и определенные примеры, определенные проповеди. Но Библия говорит в первом послании Коринфянам, 4 глава, 9 стих. Обратите внимание, что Павел говорит о нашем времени. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Бог судил нам, последним посланникам, быть как бы приговоренными к смерти, потому, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Братья и сестры, как смотрит нас мир? Видят ли у нас сильных, горящих, сильных христиан, способных противостоять греху, искушениям и ценностям этого мира? Сегодня поколения христиан очень быстро обижаются. Одно слово с кафедрой не готовы уйти в другую церковь, там, где их никто не будет трогать, не будут слышать о грехе, не будут слышать обличения. Сегодня это доступно и возможно. А Иисус Христос говорит, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, следуй за Мною. Сегодня очень много проповедуется о любви Божьей, но почему-то некоторые забыли, что любовь Божья предполагает и оставление греха, и покаяния, и исповедания. Некоторые думают, что любовь Божья покрывает все грехи, абсолютно так. Но будем помнить, что только покаяние искренние и оставление греха освобождает душу. И дьявол хочет забрать это сильное оружие, искреннее исповедание и оставление греха. Возникает вопрос, братья и сестры, что может вернуть нашему поколению, который этот брат назвал снежинками, в состояние людей с плавнеющим духом. Вы знаете, я просмотрел 13 переводов в русском варианте, и все они говорят одно слово, никто практически не изменил. Духом пламенейте. В одном только месте с горением духа трудитесь для Господа. С горением духа трудитесь для Господа. Но во всех 13 переводах это сохранено слово. Духом пламенейте. То есть апостол Павел вложил в сердце дух святой ему эту мысль. Запиши именно так ее. Я хочу видеть верующих людей именно таким состоянием. Не с унылым, не с пораженным духом, но с горящим духом. Такие были апостолы, братья и сестры. Мы видим их до дня Пятидесятницы и после дня Пятидесятницы. Мы видим этих апостолов, которые исполнили Святого Духа, которые несли эту благую весть. Интересно обратил внимание в книге Деяния апостолов на одного человека. 18 глава 24-25 стих давайте посмотрим. Этого человека звали Аполлос. Давайте очень кратенько посмотрим на него. Читаем 18 глава 24 стих. Некто иудей именем Аполлос родом из Александрии муж красноречивый и сведущий в писаниях пришел в Ефес. Он был наставлен 25 стих. Он был наставлен в начатках пути Господней и горя духом говорил и учил о Господе правильно зная только крещение Иоаннова. Братья сестры, обратите внимание, это не был опытный человек, учитель, но что он обладал, каким качеством? Он горя духом говорил и учил о Господе правильно, при этом зная только крещение Иоаннова и был наставлен в начатках учения Христова. Но я хочу обратить внимание, братья и сестры, что послужило, что дало ему это основание горения его духа. Он знал Писание, братья и сестры, он знал Слово, пусть он немного его знал, но он жил этим Словом, он учил, он передавал, он любил это Слово, братья и сестры, для того, чтобы наш дух был в состоянии горения, ничто не заменит, никакие программы, никакая мотивационная проповедь, Слово Божие заменит, будет наше сердце держать в этом состоянии горения. Аполлос был сведущий в Писаниях. Братья и сестры, когда мы видим, помните, учеников, которые шли в МАУС после воскресения, и когда Христос приблизился с ними, беседовал, изъясняя им из Писания, что они ответили в конце, какой они итог подвели этому. Не горело ли наше сердце, когда он изъяснял нам из Писания? Братья и сестры, вот эта книга способна изменить из унылого духа, пораженного духа, на дух, который будет гореть для Господа, который будет, внутри в нем будет это торжество, радость, которую не нужно будет убеждать, тянуть, он сам будет пламенеть и других зажигать. Мы говорили в прошлом воскресенье о пророке Илии, что ему давало силу жить и находиться в таком духовном состоянии. Церковь, которая поддерживала его, друзья его нет, в одиночестве там, в пустынном месте находясь, но с Богом молитва. Молитва давала ему эту жизнь, поддерживала его состояние духа. Просестры, Бог не изменил своим принципам и никогда не изменит. Если он хочет поднять свое дитяти Божие, которое упало, слабел, суета, забота мира сего, говорит, нету просто сил. Друзья мои, нужно вернуться к Писанию, нужно вернуться к молитве, и тогда жизнь будет преображенная. И подтверждение этому апостол Павел 8 глава 26 стих говорит, также и дух подкрепляет нас в немощи наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Речь идет о молитве, здесь есть своя определенная тема и смысл, но в данном случае дух с большой буквы, дух святой, он подкрепляет нас в молитве, ободряя для того, чтобы дух наш горел. Помните, девы, которые уснули в 25 главе Евангелия от Матфея, все задремали и уснули, но что-то произошло. Они, пошли, когда те пошли покупать масло, они поправили те, которые были мудры, они все-таки поправили светильнички свои. Это масло, оно было, но нужно поправить где-то, изменить, для того, чтобы мы поколением были, не поколением снежинок, которые тают от трудностей, дуновения, испытаниям, а если придут гонения, братья и сестры, и в эту страну, из-за того, что мы посетили церковь, будет какое-то наказание, то, что испытали наши отцы, где будем черпать силу? В слове, в молитве. Братья и сестры, апостол Павел не говорит, а только, чтобы мы в усерденье слабевали, чтобы мы духом пламенели, но чтобы мы Господу служили. Он подводит сюда. Можете себе представить, человека, который усерд и очень усерд, делает дело свое от сердца. И при этом его состояние духа, как мы прочитали, оно горит. Огонь духа и служение Господу тесно связаны очень между собой. Порой мы, верующие, иногда дискусируем, спорим, рассуждаем, а что же такое служение Господу? И иногда делаем там список, перечень. Это служение, это неслужение, а вот служение это вот это. Друзья мои, мы читаем в послании Коринфянам, 12 глава, 4 стих, что дары есть различные, но дух один и тот же. 5 стих, и служения, они различны, а Господь один и тот же. Я хочу просто привести один только пример для того, чтобы могли, может быть, на таком простом примере понять, как Бог смотрит, что такое служение. В пятницу, позапрошлую пятницу, мы на нашем разборе церковном, мы рассуждали послание Ефесиным, помните, о тех разных группах людей, о семейных, о детях, о рабах. И вот я обратил внимание, смотрите, в послании Ефесиным, 6 глава, 5 стих, апостол Павел говорит, обращается к группе людей, в то время было рабство, который был подвластен и душа, и тело, его воля, он был раб, не имел ничего своего, он принадлежал какому-то хозяину. И вот апостол Павел пишет к Ефесиным и обращается к этой группе людей. И смотрите, как он пишет им, рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхами и трепетом в простоте сердца вашего ко Христу. Обратите внимание, не пишет, освободитесь, или, знаете, революцию создайте, не смиритесь, повинуйте своим господам. Дальше, посмотрите, шестой стих, откройте, пожалуйста, не с видимой только услужливостью, как человека угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. И седьмой стих, откройте, пожалуйста, служа с усердием, как, братья и сестры, как Господу, служа, обратите внимание, слово, которое мы сегодня разбирали, усердием, «А кто он этот господин? А может быть, он недобр? А может, унижает меня? А может, он лишил меня, забрал меня от семьи? Может, он наказывает меня?» Говорит, «Посмотри внимательно на этого человека, ты не ему служишь. Служи с усердием, как Господу, а не как человеком, а я позабочусь о сердце этого человека». Послание Колось, нам 3 глава, 23-24 стих. Апостол Павел, он обращается ко всем нам, и поле служения настолько он открывает широко, где есть место и мама с детьми, которые проводят много времени, и отец, который проводит время на работе, и пенсионеры, которые находятся дома, и те братья и сестры, которые не имеют возможности активно сегодня трудиться, как это было раньше. Мы смотрим, и апостол Павел говорит, и все, 23-24 стих, послание Колось, нам 3 глава. «И все, что делаете, делайте это от души, прикладывайте к этому старание ваше сердце, как для Господа, а не для человеков». 24 стих. «Знай я при этом, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Братья и сестры, это меняет совершенно, совершенно, знаете, по-другому все наши отношения. Где бы мы ни были, кто-то не может поехать в Молдову, он может находиться здесь. Это касается не только служения в церкви, вне церкви, в любом месте. Дорогой друг говорит, Бог дал нам время 50-60 лет жизни, и представляете, каждый день, на каждую минуту, на каждом месте, забиваем ли мы гвозди где-то, ложим, может быть, конкрет какой-то заливаем, кирпичи ложим, в хоре трудимся, что вы не делаете, делайте это, представьте, как для Господа. Правда изменится отношение другое. Люди скажут, почему ты так? Тебя никто не видит, не контролирует. Почему ты так это все делаешь скрупулезно от души и с любовью? Да потому что Ему служу, потому что наследие, говорит, получите от Господа. Просестры, служение Богу, оно всегда сопряжено с трудностями. Мы сегодня говорили и о унынии. Мы говорили сегодня и в усердии можем не ослабевать. Но будем помнить, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, что когда-то в жизни каждого из нас Господь подведет черту. Общаясь как-то с пожилыми людьми, братьями, сестрами, те, которые особенно жизнь прошла в служении, я слышу одно наставление. Цените время, дорожите этим временем, пока есть силы. Тогда, когда уже нету сил, нету памяти, не та речь, ноги уже, простите, даже не ходят, как это было в молодости. Так приятно вспомнить о том, что жизнь прошла не напрасно. И в ободрении всем нам и для нашей молитвы я бы хотел еще одним текстом закончить и призвать нас всех к молитве. 1 Тимофея, 3 глава, 13 стих. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. 1 Тимофея, 3 глава, 13 стих. Обратите внимание, не то, что занимали где-то высокое положение, хорошо служившие на любом месте, где призвал Господь. Любой труд, любое дело, те, которые хорошо служат, что-то происходит сейчас, в это время. Они приготовляют себя не какую-то, братья и сестры, нижнюю, высшую ступенечку и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. Что это, братья и сестры, мы не знаем. Но я знаю, что Господь точно благословит и вознаградит. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, призываю сейчас к молитве, чтобы мы помолились о нашем камине, о нашем состоянии сердца. Горит ли там наш дух? Если пришло это уныние, ослабело наше усердие, у нас есть этот источник, который ободрит, утешит, зажжет. У нас есть колени, которые можем склонять, приходить к нашему Господу. А еще у нас есть церковь. И так бы хотелось, чтобы в нашей церкви мы поддерживали руки друг друга, благословляли и молились друг за друга. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok